Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот прежде всего, в начале нашего разговора, хотел кратко обсудить заявление одного из чиновников НАТО о возможном размене украинских территорий на вступление в НАТО. Что, по-вашему, это было? Это ведь противоречит всей официальной позиции, как НАТО, так и наших партнеров вне НАТО. А возможно ли, что такое заявление было сделано, ну, скажем так, не случайно, как сейчас хочет представить его автор? Вот не обвиняя никого, но нет ли здесь какого-то российского влияния, знаете, уж больно на это похоже? Нет, все возможно. Никто не исключает такой возможности. Единственное, что человек, который озвучил эту концепцию, я бы так это назвал, он же показывает себя как большого, не знаю, там, специалиста какой-то геополитики. И он должен был понимать, что это просто противоречит всему, что было после Ялтинской конференции, после Второй мировой войны и после совещания в Хельсинки. Поэтому менять границы государства, в Европе тем более, ну, это просто в априори невозможно. Я привожу несколько примеров и показываю, что границы могут быть разделены, если государство распадается. Ну, это пример Советского Союза, Югославии, Чехословакии. Тогда действительно Европа и мир может принять такие разделения. Есть нюансы по Югославии. И эти нюансы как раз и показывают невозможность разделения в данный период государства по этническим или каким-то другим моментам. Ну, смотрите, в Косово есть районы, которые, ну, реально не принадлежат ни ментально, ни национально Косоварам. То есть это сербские села, населенные пункты. Но они не могут ничего сделать, даже не признавая Косово. Сербия не может зайти на эту территорию и объявить ее своей. Потому что тогда она закрывает себе путь и в Евросоюз, и в цивилизованное общество Европы. Такая же самая ситуация с Республикой Сербской в составе Боснии-Герцеговин. При всем желании ее лидера Додика объединиться с Сербией, это просто невозможно. В априори, тогда надо либо всю Боснию-Герцеговину присоединять к Сербии, либо решать какой-то вопрос, не знаю. Ну, это невозможно. А тем более нельзя разделить Украину не по этническим признакам. То есть вот так вот, как пытается сделать Россия. И вот эти заявления, они просто не имеют никакого ни юридического, ни другого какого-то подоплека. Единственное, что можно подумать, что он заявил это, ну, не знаю, может действительно под каким-то там влиянием России. И таким образом хотели проверить нашу реакцию. Наша реакция была адекватная. Спасибо, адекватная реакция была и наших союзников, в том числе и Соединенных Штатах. Поэтому я думаю, что больше таких предложений в скобках точно уже больше не будет. Ну, этот чиновник, как говорится, пытался потом отмотать назад, говорил, что не так его поняли. Скажите, заявление пропагандистских каналов Российской Федерации о том, что Путин будто бы принял решение подорвать Запорожскую С, наши разведчики всерьез пока не рассматривают. А вот возможные провокации на территории самой России, например, на Курской С, считают возможным. Конечно же, да, это сделают, чтобы потом обвинить в этом Украину. Как вы считаете, вот они действительно готовы загрязнить свою землю радиацией только ради того, чтобы все это потом переложить на Украину? И в мире ведь этому все равно никто не поверит. Ну, к сожалению, часть населения России, она верит всему. И, к сожалению, элита России готова идти на преступления даже против своего народа, несмотря ни на что. Вот мы знаем те случаи, которые были проведены российскими спецслужбами для того, чтобы Путин пришел к власти. Это и подрывы домов, и другие провокации. И, к сожалению, после того, что они сделали на территории Украины против нас, вот эти вот акты экоцида, других каких-то моментов, которые могут психологически сдерживать их, по-моему, нет. А подрыв Курской атомной электростанции, либо какой-то инцидент, связанный с выходом из-под контроля ядерного топлива, или просто ядерное заражение частичное, оно очень поможет России из статуса террориста перейти в статус жертвы. И, таким образом, сконцентрировать внимание, по их мнению, именно на том, что они тоже жертвы, и вот Украина действует незаконными противоправными действиями против своего противника. США готовы ослабить санкции против Ирана, если те прекратят поставки дронов в Россию. Об этом сообщает Financial Times. США требуют, чтобы Иран прекратил поставки не только дронов, но и запчастей к ним. А прислушается ли, да? Вот у Ирана сейчас возникает такой уникальный шанс, мне кажется, выйти на диалог. Это, кстати, вполне возможный сценарий после того, как они уже, ну, фактически передали РФ технологию производства этих мопедов-убийц. Я думаю, что вы правы. Почему? Потому что, кроме Ирана, мы увидели аналогичные вещи, которые продемонстрировала Китайская Народная Республика. Поэтому я думаю, что Россия с горем пополам попробует все-таки запустить полный объем Иран-2 на своей территории на основе шахедов. И Иран очень спокойно может выйти из этой сделки. Единственное, что их сдерживает, наверное, это все-таки те проекты, которые пообещала им Россия. Там проекты очень серьезного капиталовложения до 2 миллиардов долларов. Это высокотехнологические предприятия с технологиями, которые недоступны пока что еще Ирану. И Россия попробовала таким образом как бы откупиться за ту помощь, которая была надана военным Ираном. Насколько это будет эффективно, не знаю. Но то, что Иран имеет возможность маневра и действительно выйти из сделки бескромно, и тем более, что получить какие-то преференции от Соединенных Штатов, это правда. Нам выгодно это только в одном моменте, что Россия не успела получить баллистические ракеты, которые она очень хотела получить на свое вооружение в связи с значительным сокращением своих ракетных запасов. Ну вот вы уже сказали, да, о том, что у Китая, похоже, появились беспилотники. Это было на российском форуме «Армия-2023». Вот там они представили этот новый свой камикадзе. Называется он «Санфлауэр-200» и фактически называется он улучшенной копией иранского шахеда «136», который РФ использует для атаки Украины. Но ведь получается так, что Китай скопировал и улучшил шахед. Но ведь и сам шахед-то тоже ворованный? Вот про шахед не знаю. Знаю, что они очень четко отрабатывали те боеприпасы, которые попадали на их территорию Соединенных Штатов и Израиля. И, возможно, да, действительно технология какая-то была отобрана. Там проблема была очень простая. Проблема была в двигателе. Они, к счастью, не смогли найти двигатель, который может более компактно и очень четко размещаться в самой структуре этого дрона. И им пришлось использовать фактически половину двигателя, который действительно используется на морпедах. И это очень сдерживало само производство и само количество тех беспилотников, которые они производили. Я думаю, что Китай нашел решение этой проблемы. У Китая есть намного более развинутая автомобильная промышленность. Я думаю, что они решили этот вопрос с двигателем. И, как показывает информация про китайский дрон, он действительно намного легче. Чуть ли не на 100 килограммов. Что очень сильно повлияет на его боеспособность. Давайте перейдем к другим вопросам. Украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным сдаваться в плены, выжить, будет добиваться передачи в Украину российских политзаключенных. Речь идет о том, что на политзаключенных может возможно менять пленных российских военных, например. По-вашему, эта схема имеет право на жизнь? И пойдут ли на это в РФ? Я думаю, что они будут думать над этой системой. Почему? Потому что уже неоднократно мы видели обмен не военнопленных, а политически заангажированных на Россию персонажей. Надо вспомнить Мудвичука, надо вспомнить некоторых священников русской православной церкви, которых они вытягивали. Других людей, которые не имели отношения к работе на разведку, а все-таки больше, наверное, были направлены на какие-то политические моменты. Вы имеете в виду как агенты влияния, да? Да, наверное, как агенты влияния. Я не исключаю, что они были в агентуре спецслужб Российской Федерации, но они точно не имели отношения к боевым действиям. Поэтому я не исключаю, что такой обмен может производиться. Тем более, что мы неоднократно предлагали провести обмен и по тем лицам, которые были осуждены в Крыму. А там около 175 человек крымских татар, которые находятся в заключениях. И они считаются тоже политзаключенными и гражданами Украины. Российский генерал Суровикин не появлялся на публике после мятежа Вагнера. И вот, как пишет издание «Политика» со ссылкой на РосСМИ, Суровикина посадили под домашний арест, хотя в отношении него вообще не было официального расследования. Он вроде бы сидит в такой просторной квартире, принимает посетителей и ждет аудиенции в Кремле. Но была и другая информация, что Суровикин коротал дни в камере, его там допрашивали, причем с пристрастием, не для того, чтобы что-то о заговоре узнать, а вот в назидание, чтобы другим бунтовать неповадно было. Какая из версий, по-вашему, более похожа на правду? Я думаю, что все-таки домашний арест. Потому что Россия еще не перешла ту грань, когда надо арестовывать и мучить камерах генералов. То есть все-таки они еще пытаются как-то цивилизованно решать какие-то вопросы в своем кругу. Почему? Потому что они очень и очень боятся, а сил у них, к счастью, нету, противостоять условному бунту военных. Это та структура, которая очень сильно сейчас возбуждена. Она принимает участие в боевых действиях, она несет огромные потери, в том числе и среди генералов. Она руководится людьми, которые не имеют никакого отношения, по большому счету, к военной службе. И это очень сильно влияет на настроение тех генералов, которые понимают, что ими руководят неподготовленные люди. И все очень ждут, когда в российской армии появится какой-то человек, на уровне генерала-полковника, который может взять ответственность и повезти условный корпус на Москву. Не так, как Пригожин. Чтобы Пригожин больше похоже был на какой-то такой маскарад. А именно действительно реально поставить вопрос, за что воюем и почему гинем. А то, что это возможно, это уже неоднократно рассчитывалось. И в истории России это не единичный факт. Русская власть сейчас в Кремле очень боится появления так называемого Наполеона. Это комплекс Наполеона в том плане, что кто-то из военных, а это единственная реальная сила, которая сейчас еще осталась в России, может на себя взять ответственность и сказать, что надо менять ситуацию. И чем быстрее, тем лучше. Вот и все. Ну, кстати, тут российские генералы-то и умирают по две штуки в день. Как пишут, в результате болезни, конечно же. Стало известно о гибели генерал-полковника Геннадия Житко, который, напомню, в мае-июле 2022 года командовал оккупационными группировками в Украине. В тот же день сообщили о смерти руководителя службы охраны на Кавказе ФСО, генерала-лейтенанта Геннадия Лопарева. И тоже вот болел, говорят. Что за болезни такие косят генеральский состав РФ? Боевые комары их покусали? Ну, это же не единичный случай. Мы наблюдали это все еще начиная с 2014 года, когда время от времени начальники главного управления генерального штаба, то, что мы сейчас знаем как ГРУ, знали как ГРУ, менялись. То кто-то куда-то уходил, то где-то кто-то падал. Это очень серьезные такие моменты, которые действительно говорят о том, что не все так просто в российской армии. Еще раз говорю, что это более-менее высшее руководство генералитета понимает эту всю проблему, и оно ропщет. И, кстати, специалисты говорят, что не исключено, что само проявление так называемого мятеж привожено и был сделан для того, чтобы хотя бы частично вычислить тех людей, которые недовольны властью и, возможно, пойдут на сострудничество для того, чтобы ее сместить. Поэтому мы будем слышать такие случаи и в дальнейшем. Если не на фронте куда-то его пошлют, этого генерала, то где-то он подскользнется, либо где-то не доплывет речку Урал. И все, конечно, по естественным причинам будет. Совершенно верно. В Латвии пограничная служба мобилизует силы на границе. Пограничников даже вызывают из отпусков. Ну а тем, кто должен был идти в отпуске, эти пуска отменяют. Такое решение было принято в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе. За прошедшие несколько суток констатированы сотни даже попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также отмечают, что усиление внешней границы требуется из-за того, что белорусские силовики стали активно помогать нелегалам. Вот в этом году было предвращено незаконное пересечение границы между Латвией и Белоруссией. Это 5799 человек задержали. Это настоящая ведь гибридная атака, не только на Польшу уже. Вы знаете, мы всегда акцентируем внимание, понятно, на Украине, на границе Польши, Литвы. Самое интересное, что очень серьезная проблема у Латвии именно на границе, на стыке Белоруссии-России. Почему? Потому что там есть анклав, который явно не латышский и явно не очень по большой своей сути адекватно реагирует на те вызовы, которые сейчас стоят перед страной НАТО и Евросоюза. Это такой пророссийский регион, небольшой, на который, кстати, давно уже обратила внимание российская власть и пыталась там проводить какие-то свои действия, какие-то учебные мероприятия, засылать каких-то людей отдельных. И это как раз те моменты, которые говорят, что Латвия очень такая беззащитная в этом плане. И проведение какой-то спецоперации на предмет вхождения зеленых человечков и захвата территории, где население выйдет и скажет, что мы за, очень было близко к... Реальный сценарий, да? Да, очень реальный сценарий. Поэтому понятно беспокойство латвийских властей, понятно беспокойство их союзников по НАТО. И думаю, что вот эти вот все мероприятия, они именно направлены на то, чтобы предотвратить возможные сценарии развития, использование диверсионных групп, использование каких-то, еще раз говорю, зеленых человечков, каких-то непонятных людей, которые там могут появиться, ну и предотвращение провокаций со стороны России и Беларуси с нелегальным мигрантом. Это тот гибридный момент, который может, по их мнению, дестабилизировать ситуацию в странах Балтии. Ну вот, видим, да, и правительство Литвы приняло решение вот с сегодняшнего дня временно закрыть два пункта пересечения границы с Беларусью, да, вот это пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверичус. Президент Литвы ранее допускал, что Литва и ее соседи могут закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет слишком напряженной. Учитывая вот сложившуюся ситуацию, такое решение мне кажется достаточно логичным. Я вообще удивляюсь, что они до сих пор не закрыли границу с Беларусью, хотя бы демонстративно и в профилактических целях на месяц, на два. Потому что транзит, который проходит через Беларусь, а этот транзит в первую очередь даже не белорусский, а китайский, поставит на место Лукашенко и, ну, точно продолжать какие-то провокационные действия с его стороны будет, ну, невозможно. Китай очень сильно волнуется именно за... Это последний канал, который, может, ну, соединяет Китай напрямую с Европой и с Балтийскими портами. Если это все будет прекращено, то помощь от Китая и Беларуси будет значительно сокращена. Если они это не понимают, то я думаю, что им надо это показать очень быстро. Видите, один из экспертов у нас как-то в эфире сказал, это ранее было, о том, что ждите провокации, усиление провокации как раз в сторону Прибалтики, потому что Польша уже так или иначе показала свои зубы и уже они Польши так или иначе опасаются. А все-таки в странах Балтии они видят достаточно легкую для себя цель, вероятно? Ну, они так думают. Я не думаю, что это будет очень легко, потому что та сила, которая развернута в виде двух корпусов и авиационного сопровождения именно стран НАТО, не Балтии. Это очень мощная группировка. Во-вторых, не будем откидывать помощи Польше, которая очень близко. И сами подразделения и Литвы, и Латвии, и Эстонии, они за последние буквально полгода год очень сильно изменились. И ситуация там идет в том направлении, в котором не очень приятно было думать России. Понятное дело, что самостоятельно эти государства не смогли отбить какую-нибудь атаку, даже гибридную, со стороны России и Беларуси. Но совместно с союзниками это будет очень легко. Тут Шойгус сетует на кассетные снаряды, которые применяют против российских захватчиков ВСУ. И на голубом глазу, знаете, заявил, что РФ может пересмотреть решение по неиспользованию этих снарядов оккупантами. Но вот же лжец. Правда, применение РФ в кассетных боеприпасах было зафиксировано десятки раз, в том числе иностранными журналистами, даже представителями ООН. Ну кого хочет обмануть этот фанерный маршал? Вы знаете, я первый раз увидел действия кассетных боеприпасов в Краматорске, когда было обстреляно место дислокации нашего штаба вооруженных сил на Краматорском аэродроме. И рассказывать о том, что они не применяют кассетные боеприпасы, ну, понятное дело, что я там не очень большой качественный свидетель. Но посмотреть на фотографии тех остатков ракет, которые были только проведены только по одному Харькову, только по одному району в Осадовке, это просто безумство. И после этого, если кто-то говорит, что надо какие-то там проводить переговоры и верить на слова этим людям, ну, это в очередной раз говорит, а кому верить и что они могут нам сказать? Они лгут, даже не моргая. А вы знаете, хотел бы еще один вопрос с вами обсудить. Буквально у нас пару минут остается, но мне кажется, это тоже достаточно важно. Не дают покоя в РФ им боевые комары, да? И вот теперь к ним, по мнению Министерства обороны Российской Федерации, присоединились и членистоногие, которые, ну, будто бы должны переносить сейчас, я прочитаю там, как это правильно называется, хантавирусы, конго-крымскую и геморрагическую лихорадку. Мне кажется, здесь, наверное, чем страшнее звучит, тем вот больше по их воспаленному воображению это будет похоже на правду. Я вообще не знаю, на кого это рассчитано. Ну, возможно, это рассчитано на утреннего внутреннего зрителя. Возможно. Но мне все-таки есть надежда, что там хотя бы часть населения училась в школе и могут понять, что есть вещи, которые, ну, просто нельзя перескочить. Если они уже на таком уровне пытаются доказывать какие-то абсурдные вещи, ну, им же в ООН сказали, что давайте прекращайте, ну, мы же не идиоты. Судя по всему, они их держат как раз вот за них, так или иначе, когда рассказывают про боевых комаров. Сейчас вот то боевые комары, теперь какие-то членистоногие, которые переносят какие-то вирусы со сложно читаемыми буквами, не знаю. На это и рассчитано, что никто не может прочитать и не может понять. Если умно сказано, значит, умно... Значит, это правда. Значит, профессора, они знают, да, они что-то такое знают, чего нам непонятно, да? Понятно, сто процентов. Знаете, что касается вот этих всех их выдумок, этих всех лабораторий, недавно тоже вот мы беседовали с одним экзаспертом, вот он говорит, ну вот захватили, они оккупировали часть украинской территории, кричали там сотни каких-то лабораторий на территории, ну покажите хотя бы одну. Ну ведь нет такой информации, нет лаборатории, ну вот просто придумывают какие-то членистоногие хантавируса. Нет, последнее, что они придумали, они перекинулись на Казахстан, теперь в Казахстане какие-то есть биолаборатории. Когда им действительно задали вопрос, они сказали, это биолаборатории передвижные, когда мы захватили территорию, то их просто не было, они там вот, автобус выехал, забрал там какой-то прицеп, и что, в Казахстан приехал, да, я так понимаю, если в Казахстане уже биолаборатория. Люди очень быстро мимикрируют какие-то вопросы, и ответы находят буквально с потока. Да, говорит, лаборатория уехала, комары остались. Спасибо вам большое за этот интересный разговор, за вашу экспертную оценку. Виктор Ягун, генерал-майору запаса СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности был в нашем эфире. Спасибо, что отзываетесь, всегда рады вас видеть на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова